С обострения обстановки на Ближнем Востоке почти 300 ракет запущено с территории Газы в сторону Израиля. Весь Южный Израиль в страхе. Мы уже говорили о ЛДПР. Это проблема на весь 21 век. Как проблема Иерусалима, Газа, сектор, Хамас или Хезболла. Поэтому всегда будет неустойчивая обстановка. И всегда будет самая горячая точка. Вьетнам закончился навсегда. Северная Корея объединится и забудем ее, Северную Корею. Ближний Восток на все времена. Пока существует государство Израиль и арабы. Договор невозможен. И будет идти военное столкновение. Вплоть до применения локально-ядерного оружия. Израиль не будет еще. Больше не может быть. Они не устоят. И в мирном варианте, и в силовом варианте. Потому что все-таки арабы будут следовезти. Какая-то следовательность внутренняя. И мусульманская, и арабская. Их 200 миллионов. И даже ядерный конфликт может не спасти Израиль. Израиль. Израиль боится Ирана. Почему Буш старший не стал оккупировать Иран? Ирак. Январь 1991 года. Потому что он понимал, что погинет очень много американских солдат. А Буш молодой. Азарт. И Израиль боится. Они Ирак оккупировали. Теперь то же самое. Последняя угроза для Израиля. Иран. 70 миллионов. В основном молодежь. 70 процентов. Молодежь до 30 лет. И наличие ракет, которые запросто долетают до Израиля. В том числе и до Москвы. До полутора тысяч. До двух тысяч. Поэтому здесь подталкивает Израиль. Они уже года два назад. Сами приняли решение. Только силовое воздействие. Потому что оружие. Как вы уговорите Ирана отказаться от ядерных технологий. А любая мирная. Днем мирная. Ночью превращается в производство бомб. И ракетная установка. И летит. И от Израиля ничего не остается. Поэтому огромный риск для Израиля. Он боится. Поэтому удар неизбежен. Переговоры будут вести. Но в ходе переговоров ни одна армия. Ни одна страна свою армию не капитулирует. Запад это загнивающий континент. Паразит континент. Умирающий. Он мучает весь мир. Он живет хорошо. Потому что вся планета мучается. 6 миллиардов мучаются. Чтобы здесь 500 миллионов шиковали. Пили шампанское. В красивых залах сидели. Рассуждали о мире. И в это время посылали свои войска. На восток. Запад сюда делал все войны. Все войны были из Европы. Никогда в мире ни одна страна не нападала на другую. Все войны провоцировал Запад. Запад сперва бомбит. Потом говорит о демократе. Выборы последние были. Последние. В 24 году выборов вас не будет. Не будет страны под названием Украина. Вы не учитываете ситуацию на Ближнем Востоке. Там живут такие события, что все забудут вообще, что такое Украина. Дело идет о третьей мировой войне. И Иран это не Вьетнам, и не Северная Корея, и не Косово. Здесь будут самые страшные события. Мы будем вынуждены пропустить беженцев туда к вам. К вам Европа пропустит. Турки по нашей просьбе пропустят. Вот все у вас там соберутся, и в вашей стране конец. Мы вынуждены это сделать. Евросоюз-то все их придумка. Смотрите, они справа у нас попробовали устроить. Коммунистический интернационал. Не получилось. Это же они делают, евреи, Брюссель. И Евросоюз, и НАТО, и продвижение на Восток. Все они. Все войны затеяли они. Банкиры еврейские. Даже собственный народ они отдали. И Вторую мировую войну. Все они сделали. И сейчас они сделали. Расшление СССР. И как бы холодная война, ее завершение. И собственный народ не пожалели. Шесть миллионов сожгли в печах в Германии. То, чтобы заставить кого-то поехать в Израиль и создать собственное государство. Если не удастся Израиль спасти, это ближайшие 20 лет будет ясно, то все они хлынут снова в Россию. И Россия будет их база. Вот почему они сделали СНГ. Почему не в Америку? Там очень сильное лобби. Они просчитали уже, а в Америке нет будущего. Вот апогеи их, это создание великого еврейского государства на территории России. А для этого нужно подготовить почву. Чтоб Буш выигрывал, чтобы арабы были во Франции, чтобы турки были в Германии. Пугать их, пугать, пугать. И подготовить их. Переселение уже сюда, потому что Израиль погибает. Все, ему 20 лет и ничего не останется. Поэтому всех евреев они заберут. Это миллионов 5. В Америке 6, 11. В Европе там 4, 15. В России, в общем, миллионов 20 они наберут. Плюс Россия и русское население миллионов 80. Вот 100 миллионное государство появится до Урала. Они сделают упакованное, красивое, современное технология, вооружение современное. Это можно сделать тем, чтобы Россия перестала ослабевать. С тем, чтобы она стала более мощной, но не благодаря евреям. Чтобы они попытались найти для себя, допустим, родину, может быть, на Украине. С тем, чтобы отключить их от возможности здесь до конца довести свой вариант в будущем, лет через 30-40, переселение сюда еврейской диаспоры. То есть определенный какой-то вот разыграть русскую национальную карту. Не обязательно антисемитизм. Вот господин Казанов, гражданин Израиля. О, пожалуйста. Я живу здесь. Живу здесь. У меня гражданство Российское. И еврейское, и израильское. Не еврейское, а израильское. Второе гражданство берут предатели отечества. Подлецы, диверсанты, все, кто это разрушит государство. И вас всех с больным гражданством я быстро лишу этого гражданства. Ахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахах Продолжение следует...